Построение на пляце областного сборного пункта. Гэтый ритуал чекает призывников каждый день на протягу всей службы. Будучим оборонцам, айчины нагадывают быть отказными и дисциплинованными подчас проходжения службы. У розные кутки краины отправятся клядьвух тысяч новобранцев, выучать войсковое мастерство, и они будут у силах специальных операций, инженерных, пограничных и внутренних войсках, частях Сувязи. До речи, при проходжении призывной комиссии уличывались пожадания призывников. Я забираю служить в 5-й отдельную бригаду специального назначения города Марина Горка. Я очень рад, что попал в эту часть, я готовился к ней и физически, и морально, я подготавливался, чтобы туда пойти. Головное при размерковании призывников – стан здоровья. Колеснують навод незначное отхиление от нормы, то прослужбу у элитных войсках можно и не марить. Все ребята, которые идут сейчас в армию, признаны годными, с разной степенью ограничения. Есть здоровые без ограничений, есть отобранные соответственно в разные войска, соответственно, постановлению совместному Министерству здравоохранения и Министерству обороны. Поэтому состояние здоровья на данный момент соответствует обследованиям правительным на уровне районных и городского военкомата. А лишь и шматы, кто отримливает терминовки. Таких, амаль, тысячи человек. До того ж, у Вочинский призыв 2,5 тысячам человек выданы военные билеты, и они признаны непригодными до службы у армии. Однако и у некоторых призывников, які по выниках медицинского гляду отримали становочное заключение, иснують проблемы с физичной подрыхтовкой. Те ребята, которые идут силы специальных операций, их отбирают представители данных бригад, с физической подготовкой у них все нормально. По-другим бы я не сказал, есть проблемы, есть над чем ребятам заниматься. Да, не всегда надо сидеть за компьютером, экраном компьютера, надо заниматься собой, заниматься физической подготовкой. Для кожных из призывников солдатские будни махшимай зарабить знашный крок наперед. Служба у армии – это великая школа, где набываются навыки для дальнейшего самостойного життя. А солдатское сябровство – самое мощное, якое застается назавжды. Полтора года службы пройдет незауважно, и эти ребята вернутся до дому, до своих родных и сябров. Хочу попросить уважаемых офицеров, пускай простят нам нашу тревогу, так как мы отправляем своих дорогих и любимых сыновей. И это наша гордость и надежда в будущем. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель».